Я это демократично сделаю, как уже я сказал, действительно, политики всех достали, в том числе и меня, как представителя гражданского общества. Но, тем не менее, я вот вместе с ними, и с Борисом Ильичем, и с Евгением Владимировичем, с Евгением Владимировичем, с Евгением Владимировичем, сдерживаю свои эмоции. Давайте я маленько расскажу о белой ренте, потому что очень много всяких дискуссий, откуда она взялась, откуда она появилась. Действительно, группа достаточно умных ребят, я в том числе и несколько других ребят. Когда случилось то, что случилось 24-го числа, 24-го сентября, мы знаем, да, когда наши два лидера поменялись своими ролями на постпрезидента, у нас родилась идея, как-то обозначить свою позицию, что вы против того, что вы строите в общем общество. И вот тогда мы придумали, действительно, появилась вот первая лента, потом помог этому всему Арсен Ревазов, и присоединялись люди все больше и больше. 9-го октября сайт был зарегистрирован. Это, кстати, ответ по Кремлевскому молодежному движению. Да, действительно, сайт был зарегистрирован 9-го октября 2011-го года в сроке КОМ. Первая лента КОМ, кстати. Это действительно так. Никто это никогда не отрицал, а отрицать не будет. Вот я один из тех, кто этот сайт создал и делал. Это другое. Впоследствии наше движение начало формироваться действительно стихийно. Произошли события 5-го часа, 6-го часа в Москве. Окончательно по своей сути белая лента как движение оформилось 10-го часа. И вот я бы не очень даст собрать, когда 12-го мы появились в первый раз на оргкомитете и заявили, что есть такое движение белая лента. Но с тех пор в Москве и везде белая лента стала появляться и на сцене, и активно участвовать. Со своей стороны могу сказать, что белая лента выступает совместно с другими движениями, так же с заявителями митингов в Москве. И знаю, что в других регионах представители белой ленты сейчас выступают и входят в оргкомитеты за честные выборы. Ну, давайте, наверное, еще какой-то портрет. Кто вообще входит в белую ленту, что это такое? Белая лента сразу же не политическая партия. У нас действительно нет вообще как такового лидера. Вот меня вот назвали лидером. Нет, это не так, я один из координаторов. У нас действительно в Москве это сейчас примерно один из координаторов. Кто-то, как вот я, достаточно публичен. Есть люди, которые не публичны, опять же, по разным эффективным причинам. Кто-то занимается бизнесом и боится светиться, потому что идет сильное давление на этих ребят. Могу привести факты просто физического давления на наших ребят. Ну, сейчас мы это разбираемся, выясняем, и все как-то соответствует действительности. Есть и в Самаре факты, есть и в Волгограде факты давления, есть и в Комсомольске, ну, в других городах. Ну, это как бы самое главное. И что бы я хотел в заключение сказать. Вот одну фразу, которую я сейчас в последнее время говорю, я почувствовал ее. В том числе, Илья, конечно, Илья Владимирович об этом не рассказал. То, что случилось у нас перед Мэрией. Было достаточно интересно, но я думаю, все это прочитали в интернете. Я как раз вот был с самого начала и до окончания этой стычки. Но это как отдельная тема, если будет интересно, расскажем. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что вот представители власти питаются нашим страхом. Чем больше мы боимся, тем больше они питаются нашим страхом. Вот мне кажется, если мы перестанем бояться, пропадет самый страх, и у них пропадет пища к этому страху. И тем быстрее они от нас уйдут. Вся эта система, ну, по моим подсчетам, будет, действительно, осталось год, полтора, не больше. Вот, наверное, самое главное, что я вам хотел сказать. Задача, давайте чуть попозже вопросу, но самое главное, за что выступает первое ленте на сегодняшний момент. Это честные выборы, справедливые суды, независимые СМИ.